Бسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Некоторые до сегодняшнего дня подтверждают или утверждают, что временный брак разрешен То, что называется на арабском никаху المتعة Это когда мужчина приходит и заключает брак с женщиной на определенный срок Который устанавливает вместе с ней, например, на один день, на два дня, на неделю, на месяц И после истечения этого срока женщина становится разведенной автоматически И она ждет, пока не удостоверится, что нет беременности от него И между ними или от него не будет никакого наследства, она не имеет права на наследство Вот это называется никаху المتعة или временный брак Некоторые утверждают, что этот никах до сих пор разрешен И они опираются на том же аяте, о котором или который мы упомянули в предыдущей нашей серии Они говорят, Аллах Субхану Ата'ала говорит, а за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение Вот это предложение в этом аяте, сура номер 4, аят 24, они говорят, это доказывает, что за удовольствие человек давал махр И после получения удовольствия она становится разведенной Это и есть никах аль-Мута'а Уважаемые зрители, давайте мы возвращаемся и вернемся к тому, что сказали ученые о толковании этого аята И нам становится ясно Для справедливости Некоторые ученые говорили, что это предложение, вот это предложение имелось в виду от него Имелось в виду от него временный брак, который в дальнейшем запретился И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, а это приводится у муслим О люди, поистине я разрешал вам заключать временные браки, но теперь Аллах запретил это до самого судного дня Пусть же тот, у кого есть жена, с которой он заключил временный брак, отпустит ее и не забирайте у них ничего из того, что вы даровали им Это приводится у муслим Есть данные о том, что временный брак сначала был разрешен, потом запретился, потом опять разрешился, потом запретился вплоть до судного дня Но конечный итог это запрещение временного брака до судного дня Я хочу это говорить ради справедливости То, что некоторые ученые объяснили это предложение за временный брак Они упомянули, что это было в начале ислама, а потом это запретилось изречением пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям И другими аятами, в которых вознаграждение называлось как махр, а не как временное удовольствие Например, есть аят И давайте им вознаграждение достойным образом Это в сура номер 4, аят 24 Давайте им их вознаграждение достойным образом Есть и другое мнение, которое объясняет это предложение у мужахида Мужахид говорит, что значит и за то, а за то удовольствие, которое вы получаете от них, отдавайте им их вознаграждение Мужахид говорит, что он имел в виду за ту пользу и удовольствие, что вы получили от женщин путем действительного брака А слово «давайте им установленное вознаграждение» это означало аль-махр Поэтому, уважаемые зрители, временный брак, да, был разрешен на какой-то срок времени А потом запретился до судного дня Почему? Потому что он имеет... Во-первых, из-за временного брака теряются те цели, о которых мы говорили от Никаха Первая цель – это целомудрие Какой целомудрие? О каком целомудрие мы можем говорить в отношении той женщины, с которой заключается временный брак? Какой здесь целомудрие? Если она сегодня с одним, а через неделю с другим, а через два дня с третьим Что за целомудрие? И второе, то, что не будет тоже соблюдено, это вторая цель Никаха Это то, что Никах подразумевает постоянную совместную жизнь, а не временную совместную жизнь Я знаю, у некоторых из вас сейчас возникает вопрос А почему тогда раньше разрешился? Почему тогда не считалось, когда был временный брак разрешен? Почему тогда не смотрели так на женщину, что это использование женщины, что это не целомудрие? Почему на какой-то период разрешается, а потом запрещается? Почему не сразу ислам его запретил тогда? И ответ очень простой Смотрите в отношении вина Вино, пророк, с.а.в. назвал вино мерзостью Но вино не сразу запретился Вино было разрешено какое-то время И запретился он поэтапно Через три или четыре этапа Но это означает ли, что до полного запрета Ислам не считал его мерзостью? Нет, не означает Но ислам не мог его запретить сразу Потому что этот грех был распространен Этот грех, к нему привыкали люди Если его сразу запретить, будут очень плохие и плачевные последствия в обществе То же самое в отношении временного брака Арабы жили, у них не то что временный брак И прелюбодеяние, и временный брак И толпа заходит к одной женщине И третий, и десятый Как может ислам сразу Давайте все это запрещено И оставляем никах Только Это невозможно было Поэтому это происходило через эти этапы определенные Сначала не запретился А потом пророк, с.а.в. его запретил И это не означает, что раньше было разрешено играть Честью женщин, а потом стало запрещено В завершении нашей серии я хочу говорить еще Об одной разновидности Тоже запрещенной связи между мужчиной и женщиной Это то, что называлось в Коране Приятель Приятель или приятельница Это женщина, с которой мужчина живет какое-то время И он говорит, и до сих пор это есть Тем более в обществах некоторых Что это не моя жена Это со мной она живет Ага Она со мной живет и посмотрим Потом поженимся, не поженимся Пока мы учимся, например Вместе живем Она мне помогает Я ей помогаю Мы любим друг друга Но еще мы не хотим заключать между собой никах Вот это называется Приятель и приятельница Или подруга О чем Аллах, с.а.в. говорил В других аятах Например, относительно приятелей Относительно женщин Аллах, с.а.в. сказал Или имеющими приятелей То есть на них нельзя жениться таким образом Сура номер 4, ая номер 25 А в отношении мужчин И не беря их себе в подруги Аллах, с.а.в. говорит Это сура номер 5, ая номер 5 То есть вот этот тоже вид отношения Запрещается Взять его как приятель Для себя на какое-то время Даже не оговаривается ничего Просто это мой приятель Это просто моя подруга Такой вид был во время жахилия Невежества И он есть во время нашего невежества сегодня И причем это худший вид Чем при любодеянии Потому что при любодеянии Там все-таки некоторые люди Смотрят на это Что за мерзость Но здесь говорят Ну и что они любят Любят друг друга Они живут вместе Пусть живут И время покажет Подходят или не подходят Они друг к другу Это тоже является разновидностью При любодеянии Разновидностью мерзости И от такого вида отношений И связи между мужчиной и женщиной Тоже не ожидается Результат никаха Целомудрия И постоянства семейной жизни Поэтому это тоже запрещается И потому что этот вид Тоже может иметь угрозы Для нормальной семейной жизни Когда если бы разрешалось Чтобы он имел подругу Она имела приятеля И он мог и жениться И одновременно иметь подругу Это все Уважаемые зрители Как бы ни хотели люди Искажать истину И показать мерзость В другом облике Как бы ни хотели это сделать Не получится у них Потому что четко у нас определено Никах Это означает Целомудрие Это означает намерение На постоянную семейную жизнь Я думаю, что эти слова повторил Может быть и 20 раз И готов повторить 100 раз Потому что это важно Сегодня подчеркнуть Чего только не придумывают люди В отношениях между мужчиной и женщиной У нас остается для мусульман Один вид отношений Разрешенный Это с помощью Никаха От которого подразумевается Целомудрие И пастаянная Семейная Жизн Субханакаллахумма Вабихамдик Ашхаду Элла Илла Илла Энт Астагфирука Ватубу Илайк Субханакаллахумма